То, что показывают в вашем телевизоре, может быть заразно. Вы и сами не заметите, как начнете повторять то, что в нем говорят, и жить, как вам навязывают. Мы не в состоянии никого вылечить, мы только диагностируем. Берем телеобразец и под микроскоп. Меня зовут Антон Гришин. Здравствуйте. В Москве промозгло, в России зима, в телевизорах серая сериальная муть, в голове мысли, ну когда же ты придешь, весна красна. В Берлине открылся 67-й международный кинофестиваль. Немецкий смотр фестивальных образцов кино нам любопытен исключительно с патриотической точки зрения. Нет, наши фильмы там не представлены. Российское кино выше всей этой фестивальной суеты. У нас собственная гордость. Мы в Берлин не поехали. Не поехал туда и наш кинооператор, который может стать лучшим оператором-постановщиком. Берлинария 67. Живой классик. Он снимал «Иди и смотри» и Лема Климова. Золотой фонд отечественного кинематографа. В создании фильма принимали участие художник-постановщик Виктор Петров. В роли Глаше Ольга Миронова. Оператор-постановщик Алексей Родионов. И еще дубль. На 14-м московском международном кинофестивале фильм «Иди и смотри» удостоен главного приза. Так снималась одна из последних сцен картины. Флера расстреливает портрет Гитлера. Расстреливает войну. Расстреливает фашизм. Первый не видел, второй видел. У меня в гостях гений. В этом признавался Лем Климов. Об этом говорил Кира Муратова. В этом признавались английские академики, которые два его фильма включили в первую сотню мировых шедевров кинематографа. Мой гость, кинооператор, оператор-постановщик Алексей Родионов. Здравствуйте, Алексей Борисович. Спасибо, что пришли. Вы не даете интервью? Нет. Я вас не вижу нигде и не слышу. Я сам не ищу этого, а так приглашаюсь. Я, честно, не помню, когда последний раз был. Алексей Борисович, вам в апреле 70 уже? Да, может, доживу. И за 70 лет 22 фильма? На самом деле больше. Это много или мало? Я опускаю. Это среднее, я думаю. Из 22 фильмов у вас 8 сняты за рубежом? 8 разницы. 8, да? 6 или 7. Нет, 8. Три из них с Али Поттер, ну и, соответственно, 8 фильмов. Вам комфортнее работать на Западе? Или там другой какой-то менталитет киношный, который вам близок? Что для меня вообще препятствия меняются? Нет, пожалуй, если говорить о профессиональной стороне, комфортнее, ввиду более профессиональной группы. Там легче работать. В общем, у нас. Мы уже упомянули о Сале Поттер. Одна из самых парадоксальных, наверное, английских режиссеров. Такая она дама-то. Да, она такая свою брать. Очень непростая. Модернист такой, ярко выраженный. Вы, тем не менее, с ней уже третья работа сейчас выходит. Да. Вам с ней комфортно? Абсолютно. Если с Кирой Муратовой сравнивать, Кира Муратова такая более жесткая была? Да нет, примерно то же самое. Кира более странная. Скажите, с Кирой, кстати, очень комфортно было. Я вот на 7 килограмм похудел, снимая «Дети подземелья», какая детская картина, 2 месяца. А вот часто говорят, женское кино и мужское кино. Но ведь ни Муратова, ни Поттер не снимало же женское кино, в том понимании которого. Вы знаете, я вообще скажу, что различия между мужчиной и женщиной сильно преувеличены, на мой взгляд. А с точки зрения режиссера? Нет, вообще. По жизни? Да. Я думаю, это скорее социальные различия больше, чем ментальные и физиологические. Сейчас с Али Поттер третья картина, вечеринка. Расскажите просто. Сейчас на Берлинском кинофестивале, я так понимаю, вышло в основной конкурс, попало. Что за картина? Мы даже трейлера не смогли найти. А его и не существует, я думаю. Это такая минималистская картина, очень низкобюджетная, снята за 15 дней. Все в павильоне. Но это полнометражка. Ну, не совсем. У нее продолжат чуть больше часа. Что хорошо, кстати сказать. Сценарий хороший и замечательный артист. Просто цвет европейского актерского. Как кто снимался у вас? Бруно Ганс. Кристин Скотт. Киллен Мэффи. То есть нормально так все? Замечательно. Я просто, знаете, вот я, можно сказать, драйв испытал. Все снималось ручной камень. Вот так в метре и ближе от артистов. В чем большими кусками сцены снимались целиком. 5, 7 минут, 10 минут. Я просто, вы знаете, драйв испытал. Я просто, вы знаете, драйв испытал. Быть так близко от актеров, которые тебя не замечают. И такой класс. Они замечают, потому что вы такой незаметный? Потому что они все профи. А, вот так, да? Да. Я стараюсь быть незаметным тоже. Алексей Борисович, скажите, пожалуйста, вот мне сложно понять. У каждого оператора же есть какая-то своя, скажем так, фишка. Люди снимают боевики. Люди снимают мелодрамы. Люди снимают сериалы. Я точно знаю, есть оператор абсолютно сериальный. Жанр Родионова можно вообще как-то руками пощупать? Я не могу это сказать. Я готов все делать. У вас хорошее кино и нехорошее кино? Конечно, и нехорошее кино. Есть некоторые фильмы, которые... Тогда скажите мне, пожалуйста, а как с разницей, по-моему, в 7 лет получилось снять абсолютно жесткий, страшный, жестокий, бескомпромиссный фильм, который в ту пору, когда он только вышел на экраны, вас обвиняли в чем только угодно, там и радикализм, и все что угодно, да, по подаче. Я сейчас имею в виду Елена Климова, естественно, иди смотри. И через 7 лет абсолютно светлая какая-то безбашенная Орландо, вот Салли Поттер, да, такая воздушная Вирджиния Вульф. Как это вот все уживается? Вы как вообще настраиваетесь? Или просто... Нет, ну просто восприятие видеоряда как вообще меняется? Восприятие видеоряда зависит от режиссера, от сценария, от актеров и от того, как съемки происходят. То есть приходят режиссеры и говорят, мы это будем снимать так. Нет. Вы же художник. Нет, мы как... Не знаете, знаете, вот с теми режиссерами, которыми действительно мне приятно было работать, очень мало конкретных обсуждений, просто очень много личного общения по вопросам, которые, конечно, связаны с картиной. Это скорее, знаете, так, понимать друг друга, скорее, на бессознательном уровне. Нужно до этого дойти. Ну, ладно, если это не первая картина. Все равно, все равно. Я вот считаю, что невозможно вот сразу, прочитав сценарий, тебя пригласили, ты побесел с режиссером и сразу вот думать, вот это мы снимем так и сяк. Ты начинаешь думать, а как это сделать, потому что готового ответа нет. Его получаешь в процессе подготовки и даже начало съемок. Если, слава богу, длительный съемочный период, как идея, смотри, это роскошь. Девять месяцев съемки в сценарной последовательности. Или вот такая быстрая работа, как моя последняя. То есть, у меня подготовки было, не знаю, 2-3 недели. Ну, и очень интенсивно из-за того. То есть, ты начинаешь понимать, что это такое. А вас по почерку узнают? Я не знаю этого просто никому. Вот мне вот тоже всегда очень нравилось. Почерк Юсова узнаю, да? Вот что-то вижу. Это точно, это почерк Юсова. Ну, знаете, если говорить о почерке, то это немножко говорит о каком-то однообразии, может быть. То есть, мое отношение к изображению, что оно должно быть незаметным. Но при этом оно не должно быть как тивеньо, знаете. У вас идея, смотри, нормально так незаметно, там кишками наружу практически все идет. И я говорю, опять же, то же самое Орландо, да? Это абсолютно воздушная такая поэтическая вещица. Вещица, я подчеркиваю, не в уничтожительном смысле этого слова. Я понимаю, да. Разные люди снимают. Разные истории, разные фактуры. То есть, разные истории и разные операторы получаются. Ну, почему разные? Но вы были разными операторами. Вы знаете, может быть, это все-таки в значительной мере от режиссера зависит. Я стараюсь следовать режиссеру истории. Я стремлюсь к какой-то, знаете, смазанности стиля. Чтобы не было определенности решения. Чтобы оно было немножко неопределенным и многозначным в результате. И вот как мы тянем. А как вы это делаете? Я не люблю такое, знаете, эффектное, какое-то выразительное изображение. Которое немножко всех остальных назад подвигает. Блистательный, вот знаете, яркий пример, по-моему, блистательный оператор Старара. Ну, вот немножко одеяло на себя слишком много. То есть, вы, скажем так, творческий предаток режиссера. Нет, не предаток. Почему? Скорее, это можно сказать, что я как исполнитель. Знаете, есть музыкальное произведение, но без исполнителя оно не существует. Вам важно, что происходит в кадре по смыслу, я имею в виду? Конечно, важно. Ну, если оно не важно, то тогда, понимаете, уровень гормонов не тот будет. То есть, я сейчас даже больше, наверное, не про гражданскую позицию, а про ощущение именно, чем кадр живет. Если человек, я не знаю, страшный эсэсовец, становится вдруг неожиданно благородным и прекрасно выстроен свет, и прекрасно ему слова говорит. Но при всем при этом, допустим, эсэсовец, садист и убийца, и вы не согласны с тем, что происходит в кадре. Вы можете сказать режиссеру, слушайте, а давайте как-то мы по-другому сделаем? Или вы изначально уже согласились на эту работу? Нет, почему? Я предлагаю многое. Иногда это... Иногда режиссер согласен, это в картине появляется. Ваша гражданская позиция может не совпадать с тем, что происходит на игроне? Вы знаете, я лучше считаю, что гражданскую позицию при работе в искусстве лучше в стране оставить. То есть, если вы дали согласие... Да, конечно. То вы снимаете Колчака. Прекрасного, благородного... Вот я не согласен, кстати, с Колчаком. Я ведь ее, собственно, часть только картины этой снимал. Я, кстати, не согласен с концепцией личности Колчака в этой картине. Она слишком романтизирована и приглажена. А почему ушли с проекта? Ну, вы знаете, он остановился. И что-то как-то мне казалось, что продюсеры вообще как-то не очень... Им нравится, что это происходит, что это вообще, может, телевизионный формат станет. Поскольку на неопределенное время остановился, я принял предложение Виктора Гинзбурга, Generation P, который свидетельствовал, что мы за 2-3 месяца все снимем. Я вернусь на Колчака. Здесь обернулось четырьмя годами съемок. С Колчаком не согласны. Штрафбат вас устроил? Знаете, он меня не устроил. Прежде всего, телевизионный формат, ограниченный бюджет. Знаете, война, на мой взгляд, война – это, прежде всего, большие пространства. А в Штрафбате все происходит, опять же, в силу бюджетную. Такие озеровские вещи, да? Освобождение. Знаете, я скорее вспомню, знаете, где хорошо военное пространство передано? Довольно старые квартиры, мертвые, живые. Там, по-моему, ЧБ. Черт, ЧБ, да. Ну, и что? Кстати, проверка на дорогах тоже. Ну, тоже ЧБ, по-моему. Какая разница, собственно, ЧБ и цвет? Нет, ну как, это, по-моему, чисто визуально же много. Не знаю, я считаю, что нет. Важен содержание, эмоциональный заряд. А это так инструмент просто. Ладно, сценарист напишет сцену, режиссер скажет, как играть. А оператор может самостоятельно передавать эмоцию? Понимаете, он может легко их уничтожить, если они даже заложены. С этим никто не спорит. Легко уничтожить. Это уже большой вклад не уничтожить. Это сложно довольно сделать. А вас поощряют вообще к творчеству режиссера все-таки? Конечно. Или говорит, вот, Алексей Борисович, вот так вот. И давай не будем фантазировать. Вот сделай минуту. Меня Бог, кстати, миловал от таких режиссеров. Наоборот, я вот, собственно, самая картина, которую мне доставили удовольствие. Потому, что работа начиналась со сценария. Что я даже, скажем, несостоявшийся проект мастера Марголиты Ильи Макремова. Мы год работали на сценарии. Я в этом участвовал. Как соавтор? Нет, я не говорю, что я соавтор. Но все равно опять все мнется, переминается, обсуждается вместе. Как это может визуально выглядеть. Что надо оставить. Что изменить. Хорошо. Вы российский режиссер? Абсолютно. И оператор. Постановщик же? Да. Вот. Оператор-постановщик. При всем при этом вам звонит Салли Поттер. Говорит, привет, Алекс. Да? У меня новый проект. Да. Хочу, чтобы ты в нем участвовал. Ну, это при условии, что я снял «Орландо». Потому что с «Орландо» было совсем по-другому. А как, кстати, на «Орландо» попали? Это же какой там, а 92-й, по-моему, год? 93-й съезд. 93-й год. Это довольно такая странная история. Они приехали в Москву. Салли Поттер, Кристоф Шепотт, продюсер. Как они сказали, что... Салли потом спрашивают, а чего, собственно, в Россию вы приехали? Ну, немножко лукавый ответ, что, поскольку Вирджиния Вульф была фанатом русской литературы, мы вот решили какой-то российский элемент привнести. На самом деле это лукавство, потому что я знаю, что вообще велись переговоры со Свеном Нюквистом. Я думаю, скорее бюджетное соображение было. Я думаю, и то, и то. Возможно совершенно. Они приехали в Москву, стали смотреть картины. Провели интервью с рядом операторов. Ну, вот эти остановились на мне. Ну, собственно, были причины какие. Они знакомы были с прощанием. Сидели, смотри. И посмотрели. Тогда она свеженькая была. Жена Керосинчика. С Александром Кайдановским. И на основании увиденного они остановили на вас. Да. И вам как интересно первое общение с англичанами? Чем-то удивили? Да нет. Это, скорее, отчасти было выживание. Потому, что у меня, конечно, живого языка не было. Хотя я закончил в свое время английскую школу. У меня тройка была по английскому. Но говорить я не мог. Я читал. Мне очень помогло. То есть, в течение нескольких лет я читал «Американского синематографа», который был доступен в библиотеке Масфильма. Ну, конечно, это было такое тяжело. Но я выжил. А Кайдановский как режиссер, он был режиссером? Был. И он очень интересный режиссером. К сожалению, не состоялась и следующая наша работа. Я считаю, что он вырос бы очень интересным режиссером. Вообще, пожалуй, Саша Кайдановский. Кайдановский, мой самый любимый режиссер, честно говоря. Это же так. Да. У нас очень близкие отношения возникли. Я думаю, что он замечательный режиссер был. И он сценарист замечательный. У него совершенно замечательный есть сценарий Иван Грозный. Но он есть или он… Его никто не сжег. Существует, да. Сейчас снимают своих Иванов Грозных. Да, ну вот снимают своих Иванов. И прочих Борисов-Шуйских. Саша Кайдановский был человек с такой возрождением просто человеком. Терегетнейший, образовавнейший. Супер просто. Все-таки, говоря о последней вашей работе «Вечеринка», ждете что-то от Берлинского фестиваля? Или для вас, по большому счету, это не так важно? Нет, вообще никакого значения не имеет. Вы не тщеславный? Абсолютно. Все художники тщеславны? Нет, я не тщеславный. Абсолютно. То есть, берлинский лев, по-моему, кто там у нас? Нет, лев – это венецианский. Медведь. Медведь. Серебряный медведь. То есть, берлинский… А, ну вы же знаете, что он серебряный медведь. Конечно, я знаю. То есть, вы все-таки интересовались. Я вообще, ну, понимаете, мы в этом мире живем, надо по возможности его знать. Вы преподаете? Нет. Хотя у меня небольшой опыт был на таком, как же это называется, Generation Campus. Ну, это то, что вот на… Он возник на Берлине, кстати. Три года назад, по-моему, что-то было, да? Да, вот я два раза участвовал в этом. То, что он на Хромакеево там что-то учил. Да, совершенно верно. Даже вот это, знаете, интересно. Знаю, да. Да, очень замечательный, кстати, опыт был. Мне очень… Знаете, вот повезло, что из-за того, что это было очень хорошо профинансировано и была очень хорошая материальная база, удалось провести такой, ну, не знаю, семинар, мастер-класс в течение, по-моему, пяти или семи дней. Причем все вот сначала, как бы модель, ну, мини, конечно, модель съемочного процесса. А там от, ну, не скажу, что сценария, сюжета, поиск натуры, раскадровки, съемка и пост с продакшен и цветокоррекция. Вот все это было сделано. И к вам приезжали американцы учиться? Да. Не почему. Там было из Америки. Нет, там были люди из всех стран. За исключением студентов в ГИК, которые сказали, что это, когда их пригласили, замечательный ответ, что это был июнь месяц, по-моему. Мне сказали, что им некогда, потому что сейчас сезон свадеб, и они очень заняты. В смысле поснимать? Ну, конечно, деньги нужны. Ну, понять можно. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, а молодые операторы, они, это мой любимый вопрос, это, знаете, из серии бабушки, которые возле подъезда в «Сядь наше время». Молодые операторы, они другие? Нежели, чем вы. Или камера. Ну, они разные, я думаю. Вы знаете, вы говорите о снимающих операторах? Естественно, о снимающих. Нет, потенциальные мне в меньшей степени интересны. А вот мне интересны, скорее, потенциальные молодые. А мы все потенциальные творцы, а вот только в этой потенции как-то у нас немногие прорастают. Ну, такое время. Тяжело сейчас молодому человеку, понимаете, и стать, и себя реализовать, если в тебе что-то есть. Потому что условия жесткие очень. Да в чем тяжелость, Алексей Борисович? Дело в желании, по-моему, только, нет? Ну, продюсеры, режиссеры такие. Ну, и желания тоже, да. Вообще, я соглашусь с вами. Конечно, хочется скорее стать постановщиком и так дальше. Я ведь вот сколько лет я проработал после окончания «Гига» по первую картину, можно считать прощания. У вас 10 лет разница там. Я так просто глянул. Да, 10 лет. Вы в 1972 году закончили, простите. В 1982 году у вас Климовский первый фильм. Да. Я с искренним удивлением на все это дело смотрел, потому что 10 лет после «Гига»… И, кстати, очень правильно, я считаю. Что-то как-то перебор. Нет. Я считаю, не перебор. Ну, сейчас, конечно, быстрее все это может проходить. Ну, понимаете, я думаю, что минимум 5-7 лет работы в качестве помощника, ассистента необходимо. Потому что, понимаете, это очень много… Ремейственная составляющая очень значительная для этой профессии. Меньше, чем для режиссерской, например. А этому можно научиться, только участвуя в работе других, наблюдая работу других. Ну, а как ты работаешь с другими, я не знаю, подмастерьем? Определись свою самостоятельность сам. Опять, если оно есть, то определиться. А нет, ну и не надо. То, знаете, институт подмастерья, слава богу, ничего лучшего, я думаю, не придумал. Человечество для рукотворных дел. Я сказал, возьмите жарпийцев. Всегда… Хорошо. Потенциальные операторы у вас сейчас есть на примете в вашей подмастерье? Вы с кем-то работаете? Нет. У меня нет постоянной группы. А хотелось бы? Ну, хотелось бы, наверное, да. Потому что вам-то есть что, простите, передать и есть что показать. Тоже дело в желании. Причем, я так понимаю, не в вашем. Ну, да, но потом проекты, не знаю, в последнее время, что вот… Последний проект мне интересен был. Предыдущий – это были сериалы. Один лучше, другой менее интересный. До этого был «Generation P». Были 4 года там. Я единственный человек, который прошел сначала до конца это все испытание. А интересно, а сколько 24 часа снималось? Атанисиановский? 24, но он достаточно стандартный период. Дней 40, я не помню, съемочный. Достаточно спокойный фильм. Очень стильный фильм просто, мне так кажется, из всех наших таких бандитствующих фильмов. Да, в свое время, может быть, он казался свеженьким. Что хотели бы, наверное, снять и что не предлагают из того, что хотели бы снять? Вы сценарий? Я бы с удовольствием снял историю барона Унгерна. Мне очень интересно. Кстати… Что? Кстати, сценарий существует. И я знаю, что Александр Прошкин много раз пытался найти. Нет, не хотят. Простите, а с какой… Интересные точки зрения. Яркая-яркая фигура. Барона Унгерна. С какой точки я знаю? Да, нет, с какой точки зрения рассматривать? Как спасителя Монголии? Спасибо. А как? А вот, знаете, такой фокус на яркой фигуре. А на нем столько сошлось интересов. С одной стороны, он освободил Монголию от Китая. С другой стороны, он, можно сказать, Красной Армии приготовил хороший плацдарм. Сложная фигура. А с третьей стороны, резал беременных женщин, только полетел. А Колчак что делал? То же самое. Колчак… Нет, но он лично этим не занимался. Он лично не занимался. Унгерн с искренним восторгом лично приводил в исполнительный приказ. Да, да. Ему это дико нравилось. Фигура страшная. Вы не первый, который мне говорит, что мне бы очень хотелось написать, снять, рассказать про какого-нибудь такого, ну, не маньяка и не упыря. Да, ну, мерзавца, скажем. Потому, что они всегда более разноплановые, чем благородные, красивые и порядочные. Это правда? Да, понимаете, они… Да, это правда. Кроме того, такие личности, они как бы являются катализаторами для того, чтобы люди вокруг них проявляли себя. Поэтому истории сложные. Ну, вы знаете, если бы не было атамана Семенова, не было и барона Унгерна. Потому, что это как раз Семенов катализировал-то всю эту красоту. Ну, это ладно. Слушай, я не настаиваю, что это единственное так мне пришло. Где вы ушли? Не, мне просто дико интересно. Ваш выбор мне понравился. Барон Унгерн. Спорная такая история. Но было бы интересно посмотреть. Это из того, что возможно снять или из того, что хотелось бы? Нет, это так гипотетически. То есть, есть уже готовый сценарий. Прошкин все дело рассматривает. Только это никому не интересно. Ну, там уже и не рассматривает, я думаю. Кроме того, это очень бюджетный проект. Ну, да. Пожалуй. Из того, что видели в последнее время, какие работы понравились? Совершенно определенно. Вы знаете, я не делаю. Я фильмы сужу. Фильмы? Да. Фильмы. Пожалуй, знаете, вот Сорентинов. Бладой папа. Замечательное произведение. А из наших? Из наших. Из наших. Вот я смотрел по «Золотому орлу». Честно, мне одна картина только понравилась. Коллектор. И вам понравилась как картина или как операторская искусство? Нет. Она мне в целом понравилась. Она мне эмоционально меня задела. Там ничто не отвлекает от истории. Нет фальши. Причем замечательно. Вот такое, кстати, снятое. Это за 12 дней. Один актер в кадре. Фактически в одном месте. Ты смотришь до конца. И тебе интересно. Это здорово. Спасибо большое, что пришли. Очень приятно было пообщаться. Алексей Борисович. Приходите к нам после Берлинского фестиваля при всем вашем нечиславии. Мы с искренним восторгом вас поздравим. Вы покажете нам этого медведя. И вместе будем радоваться. А я туда не поеду. Не важно. Все равно приходите. Спасибо. Ждем от вас новых работ. Спасибо. Новых фильмов. Спасибо. Которые, если даже не войдут в сотню мировых шедевров, все равно будут иметь знак качества. Я в настоящий момент не знаю, состоится эта работа. Мы начали работать опять с Виктором Гинзбургом. Очередной Пелевин. Ну, не знаю. Очередной Пелевин? Да. Значит, состоится. Пелевин не может не состояться. Бюджет. Спасибо большое. У меня в гостях был Алексей Родионов. В следующую пятницу ему гость писатель, поэт и драматург Юрий Поляков. Поговорим обо всем. Это был телесоскоп Антон Гришин. Смотрите телевизор. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин